Берем хитрого гнома, батьку Бандеру и границу протяженностью 2000 километров и получаем... Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Всем привет, с вами братьеврики, и это обзор мода East Showdown. Вот такая вот менюшка нас встречает, ну и конечно же главные две страны это Украина и Россия. What? Время начинается как обычно, 1 января, но не 36 года, а 2022. Если сверху посмотреть на карту, то покажется, что она совсем не изменена. Но если приблизить и посмотреть детальнее, то ты увидишь, что каждый город есть на карте. Каждый район областных городов есть на карте. И из этого исходит, что провок тут намного больше. А еще следовательно, дивизий намного больше. Это все означает, что уровень вашего скилла очень сильно решает в этом моде, так как вам придется контролить 200 плюс дивизиями. Также этот мод достаточно реалистичен. Начиная национальными духами, которые правда описывают ситуацию в стране. Продолжая фокусами, которые все взяты с реальных событий. Ну и заканчивая теми самыми событиями по ходу войны. Стоит упомянуть и решения, такие как, например, у Украины созвать территориальную оборону в регионах, или же в тех же регионах разрушить инфраструктуру, чтобы врагам было сложнее продвигаться. Политические советники. Украина. Арестович. Дерриториум. Буданов. Доброго дня. Резников. Что это? Вы нещете. От кого вы ожидаете их отримать? С неба. А вы что думали? На каждого советника есть свой мем. Ну а вообще это очень даже круто, что тут не рандомные какие-то но на имя советники, а правда реальные люди. Реальные министры. Также и в высшем военном командовании присутствует, например, нынешний глава войск Украины, Залуженный. Которого вы, кстати, можете поставить и фельдмаршалом тоже. Основные страны это бесспорно Украина и Россия. Но тут можно поиграть не только за них, а, например, за Вагнар. С великим и неповторимым сбитым летчиком. У которого геймплей на самом деле не такой же и скучный, потому что можно наспамить очень много дивизий и даже пойти на Москву. С другой стороны, есть НАТО, которое может отсылать Ленд-Лиз Украине, и у которого тоже есть неплохая ветка фокусов. Настало время поговорить про геймплей. В общем и целом, в одиночку играть можно. Раньше боты были уж слишком тупые, но после выхода пару обнов одиночка стала получше, и боты стали играть поувереннее. Но всё же лучше всего этот мод заходит на мультиплеере, так как мы делали, например, на стриме в эти выходные. Большой фронт, много дивизий, это всё обеспечивает очень много нужных рук и микроконтроля. А это означает, что для мультиплеера этот мод просто идеален. Ну и тем более, как не порофлить с нынешних событий и чувака Вагнера. Это, сами понимаете, святое. Бибер и долик. Вот это бибер, вот это долик. Мой вердикт таков. Мод достаточно хорош, чтобы скачать и попробовать поиграть по нему, а также позвать друзей и поиграть в мультиплеер. Ну а с вами были братьеврики. Подписывайтесь на канал, заходите в дискорд, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok